Привет! Мы неоднократно рассказывали о новейшем внедорожнике Toyota Sequoia. Всем привет! В Автопремиум Групп пришли новые автомобили, поэтому мы решили вернуться к этой теме. Смотрите, у нас есть классический Toyota TRD Pro с укороченным бампером, прожектором, вставленным в решетку радиатора, силовыми порогами и 18-ми внедорожными колесами. И на первый взгляд, это обычный автомобиль в комплектации Limited. Но это только на первый взгляд, потому что сам внедорожник оснащен пакетом Off-Road. Так какую машину выбрать? Смотрите, из-за укороченного бампера углы въезда и съезда здесь 23 и 20 градусов соответственно. На машине с пакетом Off-Road из-за аэродинамической юбки этот показатель ниже, 15-20 градусов соответственно. У TRD Pro очень мощные силовые пороги, которые не только защищают кузов, но увеличивают его жесткость на кручении. Ну да, пороги на моей Toyota тоже из металла, но прикрыты пластмассовой накладкой, которую очень легко сломать. У TRD Pro совершенно иная подвеска. Здесь стоят амортизаторы Fox с выносными резервуарами. А у меня подвеска тоже усиленная. Правда, амортизатор Бенштейн, а так никакой разницы. У TRD Pro немного иной интерьер. У нее руль обшит другой кожей. Есть специальная риска, по которой вы можете определить, на какой угол у вас повернуты колеса. Надписи TRD присутствуют на руле, селекторе коробки передач, на сидениях, на ковриках. И самое важное, у автомобиля второй ряд сидений имеет раздельные капитанские кресла. Ну, руль у меня точно такой же, только без риски. А селектор коробки и вообще не отличить. А вот целый диван второго ряда мне нравится больше. Но самое главное, что оба автомобиля имеют продвинутую систему выборов режимов движения. Недорожный круиз в блокировке заднего дифференциала. Но на самом деле всему есть логичное объяснение. Toyota TRD Pro подойдет для любителей жесткого бездорожья. Автомобиль несколько нервный и на самом деле действительно, я повторюсь, более жесткий. Зато машина в комплектации Limited с пакетом Off-Road более универсальна. На ней можно как и по городу передвигаться, так если вы любите рыбалку, съехать куда-нибудь на бездорожье. Да, Ксюш, съехать с дороги ты сможешь. Но, я думаю, это стоит напомнить нашим зрителям. Всегда нужно помнить о том, что здесь, в принципе, довольно низкий банкер. Поэтому будьте осторожны. А зато мой автомобиль оснащен еще специальными зеркалами. Еще я могу сделать вот так. На самом деле это специальная опция для того, чтобы перевозить прицепы. Вам не нужно покупать какие-то дополнительные зеркала, что делают обычно автомобилисты. Здесь все уже предусмотрено. Саш, это, конечно, классно, но наши зрители наверняка хотят посмотреть, как этот автомобиль ведет себя в движении. Ну, я с тобой соглашусь. Именно поэтому мы сейчас возьмем Toyota TRD Pro и отправимся на специально подготовленную трассу, чтобы оценить автомобиль в движении. Ну, на самом деле, с погодой нам повезло не очень. Ксюш, ты как? Ну, у вас все прохладненько. И май месяц. И дождик так накрапывает слегка. Но думаю, что именно это и даст нам возможность посмотреть, на что способен этот автомобиль. Мы решили сегодня почувствовать себя настоящими любителями бездорожья. Кстати, один интересный момент. Несмотря на то, что автомобиль не имеет пневматической подвески и снабжен амортизаторами Fox с выносным резервуаром, из-за этого очень жесткий, тем не менее, он обеспечивает достаточно приемлемый комфорт не только водителю, но и всем пассажирам. При помощи гидравлических опор. Вот они хорошо видны в задней части. Кстати, для тех, кому интересно, мы именно на этой же трассе снимали большой обзор собрата Sequoia пикапа Tundra в этой же комплектации TRD Pro. И этот обзор вы можете всегда найти на нашем YouTube-канале Авто Премиум Групп. Да, Саш, давай не будем терять время, а протестим поскорее этот автомобиль на нашем треке. Еще стоит отметить, что в отличие от пикапов, все внедорожники Sequoia оснащены самым мощным силовым агрегатом. Это V-образная B-Turbo шестерка с гибридом. Ее отдача 437 лошадиных сил. Автомобиль оснащен интересной трансмиссией. Между гидротрансформатором и мотором расположен электромотор. Ну и, конечно же, все автомобили в комплектации TRD Pro или с пакетом Offroad имеют вот такую вот продвинутую систему управления режимами движения. Еще есть знаменитый Toyota's Crown Control. Или, проще говоря, внедорожный Tempomat. Ну что ж, поехали. На самом деле, для движения по скоростным участкам этой кроссовой трассы включать полный привод нет никакой необходимости. Но, если вы захотите штурмовать вот такие вот буераки, то, естественно, его активировать все же придется. Кстати, поможет в этом еще и камеры, расположенные по периметру автомобиля. Вы видите, она выдает изображение сверху и также показывает, что перед нами. Об автомобиле расскажет еще и Ксюша. В принципе, продолжу я. Да, а сейчас вот перед нами достаточно большое препятствие. Тем не менее, я сейчас включу систему внедорожного круиз-контроля. И мы попытаемся без использования. Я специально поднимаю ногу, чтобы вы этого не видели. Чтобы вы это увидели. Я поднимаю ногу. Как видите, самое главное в этом режиме не трогать педали. Электроника все отработает на отлично. Ну, тут ты права. Причем, видишь, мы можем при помощи вот этой вот небольшой крутилки увеличивать скорость. Все же работало. Как видите, автомобиль совершенно спокойно взял это, пусть и небольшое препятствие. Но, тем не менее, это же действительно здорово. Самое главное, когда вы активируете режим помощи спуска в горы, так это действительно не трогать педали. Поскольку машина сама выберет именно ту скорость, которая необходима для того, чтобы избежать каких-то неприятностей. Ну, на самом деле, сделать ничего страшного не пытаемся. Поскольку машина действительно достаточно серьезно энерговооружена. И поэтому для нее подобные препятствия не являются какой-то проблемой. Очень здорово то, что при активации режима 4L она показывает линию горизонта и углы продольного и диагонального наклона кузова машины. При этом, естественно, камера показывает, что перед нами. И самое главное, мы можем видеть, что у нас по бокам. Раньше бы Ксюше пришлось просто открыть окно и высунуться. Но там идет дождь. И мокнуть она почему-то не хочет. Понимаю, что кто-то... Заткнешься, где у нее отключается? Ну, на самом деле, действительно, это кроссовая трасса, а не какие-то серьезные уэраки. Поэтому кто-то сейчас скажет, что, в общем-то, я въеду и на любом автомобиле сюда. Я отмечу, что почва здесь песчаная. Поэтому тут очень скользко. Как видите, для автомобиля это действительно, в принципе, плевое дело. Повторюсь, песчаная почва достаточно скользкая. Но благодаря колесам, мощному мотору, отличному крутящему моменту и системе полного привода, автомобиль, в общем-то, справляется со всеми трудностями на раз. И это, в общем-то, не может не радовать. Отмечу еще одну деталь. Автомобиль действительно тяжелее, чем пикап. Но в нем только из-за этого гораздо комфортнее. Когда я делал обзор пикапа, я сказал, что он достаточно сильно козлит и очень прыгучий. Здесь из-за веса кузова этого не ощущается. И вот в этом и заключается, собственно говоря, плюс этой машины. Вот так прям страшненько. Но прикольно. На самом деле, мне очень понравилась ее управляемость. Несмотря на то, что машина тяжелая, рулится она прям вообще максимально комфортно, легко. То есть не нужно прикладывать особо никаких усилий, чтобы повернуть руль. Если говорить про подъемы и спуски, первые два раза было страшновато, но в целом уже даже как-то я к этому привыкла. То есть мне в ней не укачивает, мне в ней комфортно, мне в ней не страшно. Поэтому, честно, я бы прям себе, наверное, для бездорожья взяла бы. Мне прям вот вообще зашло. Не бойся, не бойся, не бойся. Я больше, наверное, не боюсь в плане, там, заехать или съехать. Я больше боюсь, чтобы не испортить машину и не сломать что-нибудь. Что ты не можешь сломать, она железная. Ну, все равно. Мы с Ксюшей уже рассказали о том, что автомобиль оснащен системой Multi-Terrain Select. И я думаю, стоит о ней упомянуть чуть подробно. Ну, для начала мы просто ее активируем. И теперь, используя вот эту вот барашковую гайку, мы начинаем выбирать режим. Есть режим автоматический. Он приспособлен для того, чтобы вы не вообще задумывались о том, какой режим в данный момент подходит для вашего автомобиля. Есть режим проселочная дорога. Есть режим песок. Есть режим грязь. И есть, естественно, режим для движения по сне. По большому счету, если вы не сильно разбираетесь во всех этих премудростях, достаточно выставить режим авто. И машина самостоятельно поймет, что в данный момент от нее требуется. Здесь нельзя выбрать, к большому сожалению, двигатели. Кому-то может показаться мощность 437 лошадиных сил, несколько избыточной. Да, и по налогам, в общем-то, это будет довольно накладно. С другой стороны, машина, в общем, не самая дешевая. Поэтому, я думаю, что будущий владелец даже не заметит ни налога на роскошь, ни платы за переизбыток тех лошадиных сил, которые здесь есть под капотом. Вот, реально очень хорошая машина. Но самое важное, что Toyota Sequoia в комплектации TRD, особенно вот на такой трассе, где ты, в принципе, знаешь каждый бугорок и каждый подъем, она дарит при этом массу положительных эмоций. Это такой драйв, это столько удовольствия. Вот, просто движение, даже на небольшой скорости, хотя мощности здесь более чем достаточно. Ну что, Ксюш, я думаю, мы о машине рассказали практически все. Да, я с тобой полностью согласна, честно. Я так умаялась, поэтому поехали-ка домой. Поехали. Грузим на погрузчик. Как видите, новая Toyota Sequoia в комплектации TRD Pro автомобиль действительно очень и очень достойный. И я не побоюсь этого слова, что он на целую голову выше своего предшественника. Да, действительно, машины стали более комфортной и универсальны по сравнению с ее предшественником. Предыдущая машина была больше похожа на грузовик, а это уже современный городской житель. При этом он совершенно не боится бездорожья. Но это если, конечно, вы возьмете машину в комплектации TRD Pro. Хотите заплатить меньше? Возьмите любой другой автомобиль и добавьте туда пакет оффроуд. Но, повторюсь, опять же, не забывайте про передний бандер. Угол въезда там гораздо ниже. А мне подушили лимитер. Он имеет лучшую плавность хода, да и по бездорожью я не собираюсь ездить. Но прежде чем попрощаться, я думаю, стоит напомнить нашим зрителям об условиях нашего конкурса. Дело в том, что как только канал Автопремиум Групп на Ютубе достигнет показателя в 25 тысяч подписчиков, мы проведем среди них конкурс и разыграем множество ценных призов. А чтобы поучаствовать в конкурсе, подписывайтесь на Ютуб, ставьте лайк, комментируйте. И до новых встреч. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok